Итоговый выпуск новостей в прямом эфире в суде Владислав Цой. Здравствуйте. Завтра в Астане пройдет 28 заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, главная тема которого развитие агробизнеса. Руководители крупных международных компаний уже съезжаются в столицу. Сегодня в Акурде Нурсултан Назарбаев провел целый ряд встреч с членами Совета. Так, на переговорах с главным исполнительным директором Сити Групп Джеймсом Колзом обсуждались ключевые планы нашей страны, включая реализацию пяти институциональных реформ. Сити Групп, один из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания, работает в Казахстане с 1994 года. Ваше участие в Совете иностранных инвесторов для нас очень большое событие. И сотрудничество с вами – это то, что мы хотим. Я думаю, ваш визит даст возможность вам познакомиться с Казахстаном, с нашей столицей. Я думаю, здесь у нас есть потенциал для более широкого участия Групп в Казахстане. Хочу отметить очень активную работу в Сити Групп в Казахстане. Мы сейчас работаем над совершенствованием законодательства для ведения бизнеса в стране. И опыт вашей группы и помощь в совершенствовании законодательства будет очень важным. Большое спасибо за встречу. Мы считаем, что то содействие, которое мы можем оказать, будет очень ценным в ближайшее время. Мы верим в потенциал Казахстана и его будущее. Считаем, что поставленные страной задачи являются выверенными и продуманными. Перспективы развития уранодобывающей отрасли в Казахстане, а также укрепление сотрудничества с Казатом Промом, глава государства обсудил сегодня с главным управляющим директором и президентом канадской горнорудной компании КАМЭКО Тимом Гитцелем. В нашей стране один из крупнейших мировых производителей урана, работает уже почти 20 лет. Сегодня в компании ищут новые возможности взаимовыгодного партнерства. КАМЭКО имеет большую историю в Казахстане. С 1996 года вы начали работать на месторожении НК. За это время этот проект стал наиболее успешным. И мы хотим продолжать сотрудничать с вами в использовании мирного атома. Надеюсь, что подписание соглашения в этой части будет очень полезным для вас и для нас. Господин президент, для нас это большая честь вновь приехать в Казахстан. Мы рады здесь работать и обсуждать возможности дальнейшего партнерства Канады и Казахстана. Для участия в заседании Совета иностранных инвесторов в Астану прибыл и Айвен Глазенберг, главный исполнительный директор швейцарской трейдинговой компании Glencore International, которая считается одним из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Glencore владеет контрольным пакетом акций компании «Казцинк», а недавно активы швейцарцев пополнились горно-обогатительным комбинатом, расположенным в Карагандинской области. У нас была очень продуктивная встреча с президентом. Мы обсуждали работу нашего предприятия в Казахстане, обсуждали работу «Казцинка», также обсуждали приобретение Жайремского ГОКа в Центральном Казахстане и расширение сырьевой базы компании. Президент очень хорошо знает ГОК и историю его становления. Среди участников завтрашнего заседания Совета иностранных инвесторов и представителей компаний-лидеров в области IT-индустрии. В Астану они привозят свои самые последние технологические разработки. Например, вот такую умную каску для строителей. Современный девайс укомплектован камерами, способными проецировать панорамное видео и оснащен всевозможными датчиками и сенсорами. С представителями компаний, в которой разработали виртуальный помощник для строителей, сегодня встретился Нурсултан Азарбаев. Компания «Дагри», офис которой, кстати, находится в Силиконовой долине, готова поддержать инновационное развитие в Казахстане и поделиться своим уникальным опытом. «Мы готовы принять участие в Экспо-2017 и будем всячески поддерживать эту выставку. Также мы будем поддерживать развитие промышленного производства в Казахстане. Ваша республика становится одним из лидеров по инновациям в регионе». Позиции Астаны и Улан-Батора по многим международным вопросам совпадают. Нурсултан Азарбаев провел сегодня телефонный разговор с президентом Монголии Тахиагином Элбекдоржем. Главы государств подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Стороны выразили уверенность, что казахстанско-монгольские отношения, основанные на многовековых узах дружбы и культурной общности, будут и впредь активно развиваться в интересах народов наших стран. Казахстанские ученые получат по 100 тысяч долларов на разработку своих исследований. Грантов будут удостоены 26 работ. Самых достойных отбирала сегодня в режиме строгой секретности комиссия во главе с госсекретарем Гульшарой Абдекаликовой. Конкурс проводится впервые. Упор делают на проекты, которые направлены на создание новых продуктов и технологий. Передовые инновации должны стать фундаментом казахстанского общества, уверены чиновники. В целях повышения престижа научной деятельности, а также стимулирования ученых прорывным научным исследованием, указом главы государства учреждена государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Хараби. К другим новостям. Расследование теракта в Бостоне длится уже два года. Изначально Диасу Кадырбаеву грозило 25 лет тюрьмы. На суде свою вину он полностью признал. Говорит, что просто не понимал, зачем, опознав подозреваемого, уничтожил важные улики. Я не могу поверить, что я действовал настолько глупо. Получить менее строгое наказание удалось благодаря заключенному соглашению с обвиняемой стороной. Федеральные прокуроры просили для Диаса 7 лет тюрьмы и штраф в 125 тысяч долларов. Однако его родители заявили, что такую сумму не осилят. Диасу Кадырбаеву предстоит отсидеть меньше 4 лет, поскольку он уже находится в заключении 2 года и 2 месяца. Согласно американскому законодательству, за примерное поведение в местах лишения свободы срок наказания ежегодно может уменьшаться по 15% времени. Мы с первых дней оказывали всю необходимую правовую, консульско-правовую помощь. И хотел бы отметить, что данный вопрос всегда будет дальше в центре внимания и деятельности консульской службы казахстанских дипломатов. А вот судьба Азамата Тажаякова еще не решена. Ожидается, что суд по делу второго казахстанца состоится в пятницу. Для него обвинение просит 4 года лишения свободы. Однако, в отличие от Диаса, Азамат свою вину полностью отрицает. Я надеюсь, что у нас будет достаточно положительный результат в худшем случае. В лучшем случае судья найдет историю с рыбой в нашу пользу. Но волнуется, конечно, сейчас, как говорится, последние дни решается судьба. И это очень важный момент. Известно, что после окончания срока Диаса Кадырбаева депортируют домой. Выдать его Казахстану раньше срока США пока не может. Для этого необходимо подписать договор между нашими странами о передаче осужденных лиц или вступить в панамериканскую конвенцию. Но пока об этом речи не идет, заявили в МИДе. Дамир Абув, Айджан Утезбаев, Астана, Вашингтон. История с незаконным усыновлением 6-летнего Валеры Лапшина вышла на новый уровень. Резонансное Талтыкурганское дело рассматривал сегодня Верховный суд. Служитель Фемиды выслушал доводы двух сторон. Усыновителей супружеской пары из Италии и родной матери Инны Лапшиной. Женщина пытается доказать, что ее лишили родительских прав незаконно. Соответственно, и решение о международном усыновлении также нелегитимно. Я жду решения, что все-таки правота моя восторжествует. И я выиграю этот процесс. И мне вернут ребенка. И я буду его сама воспитывать. Меня лишили без меня родительских прав. А теперь еще хотят ребенка увезти. Слушание, проходившее в закрытом режиме, длилось больше часа. Однако точка так и не поставлена. От общения с прессой итальянская чета наотрез отказалась, после чего покинула здание суда через запасный выход. Историю о незаконном усыновлении раскрыла прокуратура. Подделав документы о лишении Инны Лапшиной родительских прав, органы опеки Талтыкургана передали мальчика на усыновление итальянцам. В прокуратуре пояснили, суд вынес решение об усыновлении Валеры иностранцами на основании поддельных документов. Расписок о том, что якобы Инна Лапшина и ее родственники отказываются от ребенка. Сейчас Валера в детдоме. Вернется ли он в родную семью или уедет за рубеж, решит суд 10 июня. Крупнейший туроператор Казахстана компания Travel System объявила о приостановлении своей деятельности. Эта новость шокировала практически всех. И самих туристов, и турагентов, работающих в компании, и чиновников, курирующих эту сферу. Хронология событий в материале Назии Туяковой. А это уже столичный офис компании. Правда, никакой вывески нет. Ее заблаговременно убрали. Сейчас здесь работает турфирма с другим названием. Однако поговорить с ее сотрудниками нам не удалось. Девушка, девушка, откройте. Все эти разгневанные люди, главы турфирм, которые работали в партнерстве с Travel System, по закону туроператор подобного уровня, не имеет права напрямую продавать туристам путевки. Продажами занимались через турагентов. И именно они теперь вынуждены отвечать за предательство туроператора. Моя агентство, по моим оценкам, не слишком пострадала, потому что у меня всего лишь только одна семья застряла. Сегодня мне туристы позвонили по WhatsApp. Партнеры Travel System Туи пришел их гид в отель. На ресепшене встретились, их выселяют. Как только компания объявила о своем закрытии, свыше 600 казахстанцев оказались под угрозой выселения из турецких отелей. В качестве альтернативы гостиницы предложили туристам заново оплатить за проживание. Я оперативно позвонила в офис Туи, в Турцию, в Анталию. Заверила, что мы будем платить повторно за туристов. Пожалуйста, не выселяйтесь. Среди тех, кто оказался под угрозой выселения, станчанка Акиркиша-Домбаева, прилетевшая в солнечный билег вчера. Сегодня ночью, в 12 часов ночи, нам позвонила компания, которая нас встречала, Туй, турецкая, и сказала якобы, что вот так, так вот, Travel System не перечислил деньги, оплатите до 12 дней и можете жить спокойно. Ну а ваши какие действия? Что вы будете делать дальше? Ну а что нам делать? Придется оплачивать. Самое страшное, что точно так же, как и руководители и собственники Гульнартура, он скрылся за границу, и получается, что ни его наказать невозможно, и ничего с него взять нельзя. Можелис Воман и главный защитник прав потребителей Светлана Романовская говорит о бегстве главы Travel System Романа Хвана. Он улетел из страны одновременно с объявлением банкротства. Роман Мируныч, он вообще, говорят, житель Чехословакии. Он купил франшизу Travel System, российская компания Travel System. Слухи о том, что Travel System, работающий на рынке Казахстана, уже свыше 10 лет испытывает трудности и имеет большие долги перед авиакомпаниями, муссируется уже около года. Однако туроператор это всячески отрицал, и ему верили. В МИДе нам сообщили, помощь окажут в основном правовую. Естественно, мы, как Министерство иностранного дела, не в состоянии оплачивать отдых, не в состоянии оплачивать возвращение наших граждан. Ну, в прошлых годах, например, нам удавалось каким-то образом договариваться с отелями, которые якобы должны были получить оплату со стороны казахстанских туркомпаний, но не получали. Удавалось также договариваться с авиакомпаниями турецкими и казахстанскими, чтобы за счет этих авиакомпаний возвращать граждан Казахстана. Кто будет возвращать деньги туристам, которые вылетели в Турцию, тем, которые проплатили путевки на много месяцев вперед, пока неизвестно. Страховые компании смогут помочь лишь десяткам и сотен. Турагенты действуют в одиночку, платят за свой счет. Туристы намерены судиться. Только с кем сбежавшим Романом Хваном, непонятно. Назиат Уякова, Ирина Камышова, Болжан Сыздыков и Айджан Отызбаев. Астана. Почему подобные случаи, о которых говорилось в нашем сюжете, происходят в стране и как с этим бороться, мы попытаемся выяснить у эксперта. Сейчас на прямую связь со студией выходит руководитель Управления защиты прав потребителей Министерства национальной экономики Дархан Азимхан. Дархан Азимханович, как не позволить обмануть себя и не дать испортить отпуск? А если это все-таки произойдет, то как грамотно отстоять свои права? Для того, чтобы не дать себя обмануть, потребителю необходимо ознакомиться при оформлении турпутевки со всеми документами самой фирмы, туроператора, турагента, со всем пакетом, с договорами. Также после оплаты перепроверить, туроператор оплатил ли авиаперелет, оплатил ли за проживание в той стране, куда он вылетает. Также в случае, если потребитель столкнулся с такой ситуацией, ему необходимо в той стране обращаться в консульство казахстанское, посольство и запрашивать необходимую помощь, если он в нем нуждается. Также если потребитель хочет продолжить свой отдых, он может за свой счет дальше отдыхать, но по прибытию в Казахстан имеет право возмстить данные убытки. Для этого необходимо сохранять все расходные документы, все финансовые документы и прийти в Казахстан, обратиться в суд, либо напрямую туроператору, если он согласен оплатить все расходы. А также существует общественное объединение по защите прав потребителей, через которое тоже может гражданин оставить свои права. Дархан Азимханович, наверное, прежде всего должны быть какие-то прямые законы, на которые можно было опираться, отстаивать свои права и требовать выполнения обязанностей турфирм. В отношении законодательства, я думаю, необходимо принимать такие поправки, которые не дали бы операторам, недобросовестным турагентам обманывать потребителя, наверное, надо доработать и принимать соответствующие действия в отношении таких недобросовестных туроператоров. Спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был руководитель Управления защиты прав потребителей Министерства национальной экономики Дархан Азимхан. Для помощи жертвам туроператора Ассоциация Туристских Агентств Казахстана уже создала координационный штаб. Он будет помогать информационному обмену между пострадавшими агентствами, госорганами, авиакомпаниями, принимающими страховыми компаниями, юристами и туроператорами. Штабы организованы в Астане, Алматы, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Здесь действуют круглосуточные горячие линии. Всю информацию можно получить по указанным телефонам. Обвинение министра образования и науки в свой адрес. Лидер партии Ахжол не намерен оставлять без внимания. С этого сегодня начался наполненный резонансными заявлениями день в Можилисе. Напомню, Аслан Серенджипов считает, что Азад Перуашев лоббирует интересы частных вузов. Народный избранник не преклонен в своем желании добиться справедливости и готов дойти до суда. История началась недели ранее, когда депутат Азад Перуашев обвинил главу МОН в срыве президентской программы по переходу к рыночным методикам оценки отечественных вузов, посоветовав чиновнику подать в отставку. Мы юристы этот вопрос изучают, поскольку там есть несколько признаков, на которые нам нужно обратить внимание изучить. Пусть мне покажут хоть один институт, как заявил там министр, что Перуашев лоббирует мелкие частные вузы, то есть они его купили. Пусть он покажет мне хоть один вуз, который мне заплатил. В свою очередь Аслан Серенджипов не видит поводов для продолжения споров. Ничьи чувства задевать не хотел, но выразил свое мнение в качестве понятия. Я думаю, нормально. Думаю, мы это оставим позади и дальше будем работать. Поступок Ромео на ЕНТ обернулся штрафом. В Южном Казахстане выпускницу на экзамене заменил ее возлюбленный. Юноша переоделся в женскую одежду, надел парик, подкрасил глаза и брови. В результате экзамен не сдан, зато он герой-информленд. За свой романтический поступок молодой человек заплатит штраф в 200 МРП. И вот Джульетта тоже не останется без наказания. Его вовремя поймали. Результаты тестов аннулированы. Сдать ЕНТ в этом году ученица больше не сможет. Только в следующем. Комплексное тестирование. А вот среди настоящих выпускников приятно отличилась абитуриентка из Тараза. Гульнас Ердосова из казахской классической гимназии номер 45 пока единственная в стране, кто набрал максимальные 125 баллов. Победительница республиканских и международных олимпиад была отличницей на протяжении 11 лет. И вот теперь выпускница на едином национальном тестировании уверенно подтвердила знак Алтенбельга. Еще в школе на пробных тестах я набирала 123-125 баллов. Я всегда серьезно готовилась к урокам. Всегда любила решать сложные логические задачи. И это мне помогло на ЕНТ. В первый день единого национального тестирования экзамены сдали 18889 выпускников. Средний балл составил почти 80. Почти 3500 набрали свыше 100 баллов и столько же не преодолели пороговый уровень в 50 баллов. За время проведения тестирования изъято 3727 сотовых телефонов, 3894 шпаргалок, 83 калькулятора, 5 раций, 3 фотоаппарата, 12 роутеров и 1 модем. 27 школьников были удалены из аудитории. Почти полмиллиона детей ждут своей очереди в детский сад в стране. Долгожданное распределение мест в дошкольные учреждения начались сегодня. По данным Минобразования, почти больше 480 тысяч детей в списках. В лидерах – города. Чуть больше 70 тысяч ребят надеются на открытие детского сада на селе. Всего в стране порядка 3300 детских дошкольных учреждений. К примеру, в Ахтубе в своей очереди в детский сад ждут 29 тысяч малышей. В дошкольных учреждениях освободилось порядка 5000 мест. Накануне открылись два детских сада на 150 и 320 мест. Кроме того, власти высвобождают здания садов, приватизированных еще в 90-е годы. На помощь государству приходят участники, которые открывают бюджетные группы. Полностью ликвидировать нехватку мест в детских садах планируется к 2020 году за счет строительства новых зданий и создания мини-центров при общеобразовательных школах. При этом особый упор будут делать на открытии коррекционных садиков. Направление у нас получат 5000 детей, родители которых встали в очередь в 2012 году. Пятилеток в подготовительные группы мы принимаем вне очереди. Без очереди предоставляются места детям инвалидов, многодетных матерей и военнослужащих. Шесть школ и один детсад Байконура передали нашей стране. Мажелис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и России о передаче образовательных учреждений Байконура. Таким образом, с 1 сентября обучение в них будет вестись по казахстанским стандартам. Новшества будут введены в действие с нового учебного года. Мы деньги заложили, создали специальную рабочую группу, которая будет работать по переходу. Также рабочая группа, которая будет передавать имущество. То есть имущество этих школ безвозмездно передается казахстанской стороне. Закрепить персональную ответственность чиновников за использованные в его ведомстве бюджетные деньги. Причем сделать это на законодательном уровне, предлагают мажелисмены. Сегодня в Нижней палате парламента рассматривали отчет правительства об исполнении бюджетных средств за 2014 год. Там и разгорелись нешуточные страсти. Зал поделился на два лагеря. Депутаты буквально ополчились на докладчиков. На замке Нильбаева выслушала доводы сторон. С самого утра жизнь в мажелисе, что называется, кипела. На повестке дня депутатов целых 11 законопроектов. Больше всего эмоций вызвало рассмотрение отчета счетного комитета и правительства об исполнении бюджета за 2014 год. Как оказалось, порядка 32 миллиардов тенге осталось неосвоенными. Возмутившиеся и фактом депутаты предлагают наказывать тех, кто провалил бюджетное планирование. Какие-то допустимые погрязности бывают. Это естественно. Но когда не осваиваются значительные средства, когда счет идет на миллиарды, конечно, здесь надо на это обращать внимание. По словам главного финансиста страны, бюджет за 2014 год в целом исполнит сбалансированно. Поступление на уровне 6 триллионов тенге, расходы свыше 7. Все финансовые обязательства исполнены. В ходе обсуждения расходов республиканского бюджета за прошлый год спикер Мажелеса раскритиковал работу кабинета министров. По его мнению, некоторые главы ведомств не исполняют свои прямые обязанности. А из года в год один и тот же вопрос. Ну и можно же, наверное, вести порядок. Нельзя так подходить. Некоторых надо спрашивать, наверное, министров. С депутатами словно давно ждали правительственную делегацию, чтобы за раз высказать накопившиеся обиды. Предложили свернуть неэффективную, на их взгляд, программу по развитию моногородов из-за снижения объемов производства. И задавались вопросом, зачем нужна программа развития регионов, если за это время построен, образно говоря, лишь пятиэтажный трехподъездный дом. Недовольство мажоресменов вызвал и размер заработной платы руководителей Самрук Казана. Вы были там сами? Посмотрите, кто там работает. Вчерашние выпускники Балашака и так далее, которым еще оплачивают даже бассейны, оплачивают воркласс. Бедолаги. Переработались они там, получая по полтора миллиона заработную плату. Депутаты выступили и в защиту бизнеса, адресовав Нацбанку вопрос, почему трудно получить в банках тенговые кредиты. Проблема ликвидности, ответил глава Нацбанка, головная боль не финансового регулятора. Потому депутаты не удовлетворены ответами. Депутаты имеют полное право, конституционное право, получать полные развернутые ответы на свои вопросы. На самом деле, сегодня проблема отсутствия тенговых кредитов есть. Это вам любое бедность подтвердит. Как было отмечено в Можилисе, Нацбанк по-прежнему планирует не допускать резких колебаний курса тенгей до 2020 года. В среднесрочной перспективе планирует перейти к более гибкому курсообразованию. Словом, обсуждения продлились на долгие часы. На некоторые вопросы депутатов члены правительства пообещали предоставить ответы в письменной форме. На замке Нильбаева, Аяр Дюсимбаев, Астана. Неэффективное использование бюджетных средств искоренит пятая институциональная реформа, предполагающая создание подотчетного государства, заявил исполнительный директор экспертно-проектного бюро общественно-политических процессов у Розгории Сельтеев. Он отметил, механизмы общественного контроля должны решить вопросы невыполнения госпрограмм. Надо говорить честно и откровенно, что определенные упущения и пробелы имеются. Те же коррупционные ловушки и узкие места, которые пользуются чиновники в регионах. Классический пример – это программа по питьевой воде «Акбулак» и предыдущая программа питьевой воды 2008-2010. Выделялись колоссальные средства, есть инфраструктура, работа начиналась, проводилась, и даже если было что-то сделано, то в итоге это было все некачественно. Аэропорты во всем Казахстане возможно модернизируют, по примеру, реконструкции столичной воздушной гавани. Сегодня об этом заявил представитель Европейского банка развития и реконструкции Александр Татьянин во время подписания новых проектов в Астане. Известно, что на масштабный ремонт ЕБРР выделит 8,5 миллиардов тенге. И, как ранее заявляли, в воздушной гавани реконструкция стала необходима из-за предстоящей в 2017 году всемирной выставки Экспо. Это не просто кредит, мы предоставляем деньги, мы также увязываем это с тарифным дирегулированием. И Астана-эропорт, это будет пилотный проект. И в случае успешного завершения его надеемся, что этот опыт будет реплицирован и на все аэропорты Казахстана. На церемонию подписания проектов в Астану прилетел президент Европейского банка развития и реконструкции сэр Сума Чикробарти. Он встретился с министром национальной экономики Ербулатом Дусаевым и министром энергетики Казахстана Владимиром Школьником. Они подписали также проект финансирования первой крупной солнечной электростанции, а также проект модернизации системы водоснабжения в Шемкенте и Ахтубе. В первый город направят 10 миллионов евро, в Ахтубе чуть больше 6,5 миллионов. Стоит отметить, что в этих городах решить проблему с водой пытаются на протяжении нескольких лет. События в мире. Тем временем Грецию могут попросить из еврозоны. В парламенте Старого Света перед Афинами поставили вопрос о выходе из Валютного Союза. Это случится, если Греция не оплатит до пятницы очередную часть долга МВФ в порядке 300 миллионов долларов. Однако средств у правительства Алексиса Ципроса по-прежнему нет. Более того, эксперты считают, что отчуждение такого союзника может и не повлечь серьезных последствий для оставшихся членов еврозоны. Тем не менее, Афины и МВФ пока еще пытаются урегулировать вопрос. Система безопасности американских аэропортов подвергалась критике. Тайные проверки показали, что пронести на борт самолета оружие и взрывчатку можно в 67 случаях из 70. По словам министра национальной безопасности США Джея Джонсона, проверки проходили в десятках аэропортов страны. Перед агентами администрации транспортной безопасности стояла задача пронести муляжи взрывчатых устройств или оружие мимо сотрудников воздушных гаваней. По итогам проверок в США усилит контроль досмотра пассажиров. Вопросы безопасности не только обсудили сегодня в Москве министр иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний совет предшествует саммиту глав государств ШОС, который состоится через месяц в Уфе. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана согласовали проект итоговой резолюции встречи на высшем уровне. На Уфинском саммите будет запущена процедура присоединения Индии и Пакистана. Полноправного членства добивается Иран. Беларусь намерена получить статус наблюдателя. В числе подавших заявки также Непал, Камбоджа, Сирия и Египет. Всего 12 государств выразили желание вступить в организацию. Тем временем в Алматинской области сегодня прошли учения стран ШОС по совместному взаимодействию в случае ЧАЭС. На учения в скальный город Астана из России прибыл самолет МЧС. Спасатели из Китая, Кыргызстана и Таджикистана совершили марш-бросок на спецтехнике. Казахстан представил свои машины, главный показатель которых мощь и проходимость. По замыслу учения недалеко от Алматы произошло разрушительное землетрясение. Пострадали 200 тысяч человек. Разрушены здания. На химически опасных предприятиях образовались очаги химического заражения. Повсюду бушуют пожары. В район природной катастрофы прибыли все казахстанские подразделения. Но, так как объявлена чрезвычайная ситуация глобального масштаба, потребовалась помощь мирового спасательного сообщества. В учениях участвуют и кинологи. Они с собаками ищут пострадавших в завалах. Принимаются меры по устранению химического заражения. С огнем удалось справиться с воздуха. Пилоты Казавиаспаса демонстрируют высший пилотаж, выполняя фигуры на еврокоптерах и заливают водой очаги возгорания. За виртуозным полетом собравшиеся наблюдают буквально затаив дыхание. Не остался без дела и парапланирист. Понятно, что есть волнение, есть определенная, как скажем, показательность, нереальность, да? Поэтому мои экипажи отработали на твердые четыре. Однако вице-министр гражданской администрации Китая Гучао-Си поставил нашим авиаторам оценку «отлично». Медики раскинули полевой госпиталь, где помощь получили все пострадавшие. Здесь присутствует у нас представитель Центра Спаса России, которые только вернулись с Непала. Таджикские коллеги, киргизские коллеги тоже имеют свой опыт работы в горных условиях. Мы должны поставить этот общий опыт, поставить на защиту наших народов. ШОС предполагает сотрудничество и поддержку, когда наступают тяжелые моменты. Сегодня спасатели показали на деле объединение усилий, взаимопомощь, взаимовыручка – лучший выход из сложной ситуации. Галина Муленкова, Ганебекенов, Алматинская область. Несмотря на нестабильные погодные условия, то дожди, то жара, аграрии Акмолинской области приближаются к завершению посевной. Между тем, крестьяне признаются, полевые работы могли быть сорваны, если бы не своевременная помощь от аграрно-кредитной корпорации, выделившей миллиарды тенге. Средства крестьяне вложили в ГСМ, семена и удобрения. Дмитрий Крюкович побывал на Нивах, засеваемых пшеницей в одной из главных житниц страны. Акмолинские фермеры сейчас активно наверстывают упущенное из-за дождей время. В хозяйстве Аркасаулет зерновыми уже закончили. Теперь на очереди лен, ячмень и горчица. Кредит от государства, это почти 130 миллионов тенге, сразу же пустили в дело. Освоено уже 70%. Запчасти закуплены сейчас на посевную компанию и на осенние полевые работы. ГСМ мы обеспечили полностью. Сельхозпроизводители финансирует аграрная кредитная корпорация. Все займы весьма выгодны даже для начинающих, говорят фермеры. В этом году финансисты помогли крестьянам почти на 3 миллиарда тенге. Каждую заявку из глубинки здесь внимательно изучают и максимально помогают каждому. В регионе работает 16 кредитных товарищей, в которых имеется 670 участников. В 2015 году уже на сегодняшний день профинансировано 1,3 миллиарда тенге, что позволит провести весенние полевые работы на 172 тысячах гектарах. Со слов сельчан, кредитные ставки аграрной корпорации вполне по карману. Многие хозяйства смогли даже обновить технику. Современные посевные комплексы снижают затраты и заметно сокращают время полевых работ. Надо отдать должное сегодняшней технике новой. Это и культиваторы новые, и пушильники, и дискаторы есть. В хозяйстве Аркасаулет посевную завершат ближайшие три дня. Большую часть продукции, как и в 2014-м, аграрии отправят на экспорт в Европу. Дмитрий Крюкович, Ренатсадыров, Акмолинская область. В Казахстане выбрали лучших детских писателей. Набралось 500 произведений. Рассказы, повести и сказки прислали из самых разных уголков республики. Однако это ищемалая часть. За последние 10 лет выпущено всего 220 произведений для самых маленьких. Подстегнуть писателей решили с помощью денежного стимула. В этом году призовой фонд «Дарабос» составил 3 миллиона тенге. Авторы также смогут заключить контракты с издательствами на выпуск своих книг. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин